Своё прошлое Шарипа Мусаева вспоминает с трудностью. По словам жительницы Шимкента, несколько лет назад она попала в ДТП, заработала многочисленные травмы, как итог инвалидность. Авария также унесла жизнь её супруга. С этого и началась в её жизни чёрная полоса. Женщина потеряла работу, а так как больше не могла платить за квартиру, осталась без крыши над головой. Так Шарипа стала постоялецей Центра социальной адаптации. «Я попала в ДТП, потеряла зрение и начались проблемы с ногой. Мне тогда трудно было передвигаться. Я иногда даже ходить не могла, а потом меня привезли в этот центр. Здесь меня вылечили. У меня трое детей, дочь и сыновья. Они живут в Астане, у них своя семья и обременять я их не хочу. Иногда только к ним езжу в гости». В социальном центре адаптации помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь их обеспечивают четырёхразовым питанием, проводят медицинское обследование и даже трудоустраивают. Центр рассчитан на 160 человек, однако в холодное время года проживает гораздо больше людей. «В настоящее время в нашем центре находится 129 человек, а в зимнее время количество людей без определённого места жительства увеличивается, потому что наступает холода и им некуда деваться. Порой их количество доходит до 180. Летом большинство наших постояльцев пропадают на работе и только к зиме возвращаются. К зиме мы тоже готовим дополнительные койки и покупаем продукты в большом объёме». Несмотря на хорошие условия, в учреждении бездомные часто покидают центр. Удерживать людей силой работники приюта не имеют права. Постояльцу достаточно от руки написать расписку об отказе от услуг центра. Но обратно, к сожалению, возвращаются не все. Чаще всего жизни этих людей обрываются на улице.